Честно признаться, до сегодняшнего дня я даже не подозревал о существовании лодок из этого материала. Как-то мы все привыкли, что лодки существуют в нашем понимании, в моем личном понимании, не буду говорить за всех. Это из алюминия или из стеклопластика, да? Но здесь совершенно другой подход, совершенно другой материал. Вашему вниманию сегодня я хочу представить лодку Swimmer 370 XL. Итак, друзья, это пластиковая лодка, если так грубо и утрировано. На самом деле, в паспорте на данную лодку указано, что она сделана из полипропилена. Полипропилен это такой пластик, можете погуглить и посмотреть его свойства. Разумеется, она легче воды. Разумеется, она легка в эксплуатации, в производстве и в ремонте. Как заявляют производители, ее можно починить с помощью фена и шпателя. Даже если пробить дно или какое-то получить отверстие, нагреть этот пластик, он начинает быть вязким. И можно его отремонтировать с помощью фена и шпателя. Вот так это или нет, мы проверять сегодня, конечно же, не будем. А цель данного видео показать вам такой вид лодки, не побоюсь этого слова, рыбацкой, которая подготовлена нашими друзьями из Alex Marine Service. Подготовлена прямыми руками, ровно, красиво и классно. Ну что, мы внутри с вами. Посмотрите, как выглядит эта лодка. Вот за моей спиной остекление и посадка пассажира или судоводителя. Довольно-таки все скромно, утилитарно, но в то же время, ну скажем так, практично. Итак, ну начнем по традиции с кормовой части. Итак, на корме у нас все просто и понятно. Значит, транец, как я говорил уже, это лодка из полипропилена. Соответственно, транец усилен влагостойкой фанерой. Здесь в тех местах, где будет крепиться двигатель. Максимальный двигатель для этой лодки 20 лошадиных сил. Здесь будет стоять 9,9 мотор, раздушенный до пятнашки, возможно. Задний блок, он же рундук. Надо сказать, что выполнено все здесь. Пластик такой, он, как бы сказать, полуглянцевый и приятный на ощупь. Знаете, такой, как бы такой, кажется, как будто он мягкий, когда его трогаешь. Значит, открываем рундук. Рундук на обычной такой защелке. Небольшая выштамповка на крышке для усиления, для придания жесткости. Есть окантовка из резины для того, чтобы рундук был, ну, скажем так, сухим, да. Какое-то некое подобие сухого рундука. Конечно, понятно, что вода будет скапливаться. И при большом ее количестве она никуда не денется, будет проникать туда. Но, тем не менее, так или иначе, какая-то влага в небольшом количестве туда не попадет. Это тоже правильно. Значит, что внутри у нас находится. Здесь ребята из Alex Marine Service сделали помпу. Надо оговориться, что в базовой комплектации в этой лодке нет ничего. Она пустая, абсолютно просто голый корпус. Вот этот вот полипропиленовый. Значит, ребята сделали трюмную помпу. 38 литров в минуту. Вот с помощью такого вот, значит, решения. Почему так сделано? Потому что здесь двойное дно у этой лодки. И для того, чтобы помпа доставала до нижней точки, где вода будет скапливаться, сделано именно таким вот образом. При желании можно этот лючок откручивать и, значит, производить манипуляции с помпой. Чистить ее, там, менять и так далее. Дальше внутри здесь у нас расположился выключатель массы. Выключатель массы стандартный. И аккумулятор стартовый для запуска двигателя. Возможно, к нему будет подключен эхолот. Мы не в курсе, к сожалению, будет ли использовать владельцы этой лодки эхолот. Дальше по традиции уже измеряем в попугаях рундуки. Значит, этот рундук, который заднюю полку, заднюю вот эту вот блок из себя представляет. Он полностью, вот как здесь его формовка существует, таков он внутри по объему. Тут есть перегородка одна по центру. И, в принципе, дальше достаточно места, чтобы расположить бак, расположить вещи. Сюда можно поставить какой-то вот ящик с инструментами, массу всего, на самом деле, можно сюда положить. Единственный бак, влезет ли бак сюда в погрузочное вот это расстояние. 24-литровый бак, я имею в виду, который штатный бак на большинстве моторов идет. К сожалению, такого бака сейчас у нас нет. 12,5 литров точно сюда влезет, маленький бак. Далее двигаемся по левому борту. Здесь расположился такой небольшой, но длинненький рундук. Этот рундук из себя представляет такую нишу сантиметров 20 с погрузочным. Где-то сантиметров 80 на 20 погрузочное отверстие. В глубину он совсем небольшой. Что сюда можно положить? Ну, я думаю, под саг можно положить. Какие-то удочки, например, до двух метров в сложенном виде в чехле можно сюда положить. Вот, какой-то небольшой такой скарб рыбацкий. И что-то такое продолговатое. Вот, защелки обыкновенные стоят. Нержавеющие, надежные, коротенькие, маленькие. Дальше здесь расположилась лавочка такая. Она съемная. И крепится она на защелках для пластиковой трубы. То есть, многие такое видели. Вот такие обычные защелки. И такая вот обычная труба для водопровода. Лавочка из влагостойкой фанеры. И здесь усилитель еще из фанеры сделан такой. Ну, внизу, чтобы она не гнулась. И с помощью вот такого обычного решения, простого и надежного, она крепится здесь. Вот так вот ее забиваем. Здесь проушины такие сделаны, пропилены для, я так понимаю, для весел. Весел пока здесь нет. Наверное, они в штатной комплектации не идут тоже. Как я уже говорил, это голый корпус. Вот, но здесь уже есть такие пропилы для весел. То есть, не надо ничего колхозить и думать. Даже в нашей лодке WindBot 45 DCX нет штатных мест под весла. И они у нас там валяются, абы как. Хорошо, что они у нас складные. Но как бы так тоже. Здесь продумано. Здесь продумано. Можно как весла, как багор какой-то хранить. Можно сюда даже и удочки поставить. Да, вот в эти места. На самом деле, катушкой туда вот так вот удилище встанет. Например, вы куда-то переезжаете. Поставили сюда удилище вот так. Катушка здесь никому не мешает. Длина позволяет. Тут можно в разложенном виде, я думаю, где-то до двух с половиной метров удочку положить. Это на самом деле очень круто. На взрослых лодках такого нет. По правому борту аналогичная. Как бы это сказать, выштамповка. Такие вот, ну, в общем, отверстия для перевозки длинных грузов. Значит, здесь рундука нет. Здесь просто такая ниша. Тоже она вместительная. И на самом деле сюда очень много всего можно положить. Самое главное, что это сюда встанут вот так коробки торцом с приманками, допустим. И они вообще мешать не будут нигде. Понятно, что хранить их здесь не получится, так как, ну, если лодка будет стоять на воде. Так как здесь открытый доступ и, грубо, это могут все покрасить. А вот в плане рыбалки очень удобно и классно. Дальше. Садимся на место судоводителя. Итак, вот я сижу здесь. Сижу здесь на месте судоводителя. Значит, ну, как вот я сижу по центру, чтобы было видно, здесь вот все расстояние от борта до борта. Ширина где-то, я не знаю, так, на вскидку, на вскидку метра полтора. Дальше. Здесь по бортам еще идут вот такие вот, как бы, из планшера переходящие плавного стекления. Вот такие ниши небольшие. То есть сюда тоже можно что-то положить. Оно, конечно, скатится. Вот. Но можно сделать здесь некий бортик. И складывать, например, сюда телефон мобильный. Обратите внимание, замок с ключом на бардачке. Представляете, то есть, это лодка сверхбюджетного сегмента. Маленькая, простая, но у нее есть уже такие вещи, продуманные для повседневного использования, которых нет в больших лодках. Вот, например, опять в винботе 45 нету замка на бардачке. Там просто какая-то кнопка дурацкая, которая сломалась в первую же неделю, развалилась себя просто на части. И не выполнять свою функцию. Бардачок, в принципе, открывается когда угодно и как угодно. Здесь есть ключ с замком. Почтовый замок для почтового ящика. Понятное дело, что здесь никак не идет речь о супер-каком-то пупер-замке. Но вот, тем не менее. Проводка от клавиш управления, которая проходит через всю лодку. Здесь же снаружи мы потом с вами посмотрим ходовые огни. Соответственно, они тоже питаются с помощью проводов. Глубина этого бардачка сантиметров 40. Ширина внутри его вообще не ограничена. То есть ширина это вся панель. Знаете, панель напоминает как-то уазовскую панель. По-моему, в УАЗике. Вот это УАЗик Буханка, по-моему. Я уже сто лет в нем не ездил. Но мне кажется, я увидел это сразу. Серый цвет такой тоже уазовский. Как панель на УАЗе. Я постараюсь найти фотку, приложу, посмотрим, сравним. Так или нет. Так вот очень похоже. Закрываем бардачок. Мне вот нравится бардачок. Такие петли тут мощные. Все четко сделано. Значит, тумблеры-переключатели. Парни из Alex Marine Service поставили отвечающие за помпу. Ходовые огни. Клотиковый огонь. И, в общем-то, свободный тумблер. Возможно, его можно будет подключить к питанию эхолота, который, ну, так или иначе должен быть в лодке в любой. Рулежка. Стандартное рулевое колесо. Такое небольшое. Ну, кстати, довольно удобно здесь сидеть, я хочу сказать, ребята. За рулем, да. Несмотря на то, что эта лодка сверх супер бюджет и небольшого размера, здесь удобно. Здесь можно вытянуть ноги. Здесь нормальная посадка за рулем. Остекление, конечно, низковато. Вот если вот так мы посмотрим, да. Остекление низковато. То есть мне вот будет задувать в голову и шапка будет улетать и все такое. Ну, как бы здесь такая компромисс между суперкомфортом и ценой. Понятное дело, что здесь все ограничено и сделать прям очень в вере классно лакшери не получится. Но на этой лодке и не будешь путешествовать куда-то из Питера в Москву. А местечковая рыбалка, например, на Ахтубе, на полдня, на день вполне себе то, что нужно. Значит, здесь тоже такая ниша, на которой я бы сделал бортик такой небольшой бы. Здесь, в принципе, толщина вот этого самого полипропилена, она позволяет. Можно прям саморезами какими-то такими аккуратными сделать какую-то отбортовочку. И сюда складывать какую-то мелочь, там, любую. А мелочи, мелочевки на рыбалке полно, вы сами знаете. Дальше остекление, конечно же, здесь поликарбонат. Металлическая алюминиевая рама. Покрашена черным цветом. Это сейчас тренд, мода и так далее. Все, не докопаешься здесь, да, остекление. Форточка на обычных таких завертках. Открываем ее сюда и получаем доступ к носовой части. Ну, про носовую часть сейчас отдельно. Значит, что мы здесь еще имеем? Закроем, чтобы солнышко нам здесь с вами не портило картинку. Дверка аккуратно закрывается. Классно, кстати, все сделано аккуратно и четко. Здесь у нас находится с вами интересный такой рундучок внизу. Открываем его и получаем доступ почти во весь нос. Посмотрите, конечно, в лодках, как я говорю в каждом своем видео, нос грузить это дело неблагодарное. В любых лодках, да, будь то больших или маленьких. Но здесь с лихвой вообще хватит места для каких-то не очень габаритных вещей. Например, то есть не то, что не очень габаритных, не тяжелых вещей, да. Например, жилетов, например, каких-то кранцев, концов, каких-то веревок, каких-то, я не знаю, там всевозможных вообще объемных штуках, которые могут быть в лодке. А они не то, что могут быть, они должны быть, да. Сюда это можно все загрузить. Значит, его размер вот ровно по вот эту вот часть отбортовки, то есть он внутрь сюда уходит за стенки. Глубина его где-то порядка сантиметров 80-85, то есть он очень большой. Вот при желании можно сюда загрузить. Много всего. Также здесь вот замочек стоит стандартный, да, можно его заменить на замочек с ключом. Ну, типа перка, да, один замочек купить. Он такой недешевый, но он будет закрываться. И тут очень удобно, скрыто от посторонних глаз, можно хранить ценные вещи, какие-то приманки, какие-то удочки. Кстати, здесь по диагонали, возможно, даже удилище встанет какое-то двухметровое в собранном виде в чехле. Можно хранить приманки, можно катушки и так далее. То есть вот это место очень интересно продумано, сделано, и прям 5 баллов. Дальше перелезаем с вами вот в такое положение. И стою я теперь, скажем так, на мидделе этой лодки. И передо мной открывается вот этот отсек. Нос у нее закрыт. Но при желании на носу можно стоять. То есть видите, у нее такое рифление противоскользящее. Здесь можно стоять, ловить, и рыбу имеется в виду. И, в общем-то, испытывать, не испытывать какого-то дискомфорта. Это первое. Второе. Кстати, резиночка, ребята, которой нет на альбакоре. Вот она здесь есть. Привет, альбакоро-строителям. Это ни в коем случае не критика, это просто конструктивный комментарий. Уважаемые альбакоро-строители, прошу понять меня правильно. Значит, смотрите, что у нас тут на носу. На носу рундук вот такой, который уходит тоже вовнутрь. И выполнен, ну, имеет форму такую, которую имеет нос лодки. Это так называемый якорный рундук. Но сюда опять же, опять же, сюда и вправо, и влево здесь чуть-чуть есть расстояние. В глубину он вот такой. Сюда влезет тоже, помимо якоря, влезут те же кранцы, влезут те же концы, влезут те же веревки. Какие-то еще вещи, которые могут валяться где попало, занимают места много и не весят, не имеют большого веса. Это очень важно. Все аккуратно, ровно, грамотно закрыл и пошел. Швартоваться на этой лодке удобно. Единственное, вот здесь нет швартовых уток. Закрываем калиточку. Ну, резинка здесь есть. Так, что еще можно тут рассказать? Расстояние здесь вполне достаточно, чтобы перемещаться вдвоем, чтобы ловить вдвоем. Расстояние здесь достаточно для того, чтобы ловить как в каком-то плане, в таком как бы стиле закидушки, фидеры, как вот мы с Оксаной ловим. А также здесь можно спокойно со спиннингом ловить, ходить можно по всем рундукам, по носовому рундуку, по заднему рундуку, здесь по кокпиту. То есть места здесь вполне достаточно. Итак, ну снаружи, что бросается в глаза, это трансовые плиты сзади на трансы, непосредственно, которые находятся. Они служат для того, чтобы корпус шел на пятки устойчиво, не испытывал никаких дельфинов и прочих подводных обитателей, не пугал. Значит, сливной кингстон, некая даже вот здесь какая-то, вот там такая, приварен какой-то кусок дополнительный, возможно, это для установки датчиков эхолота. Даже это продумано. Значит, что по келеватости здесь, ну, разумеется, это корпус, как мне кажется, ну, не как кажется, а так и есть. Он с небольшой келеватостью, возможно, на корме у него градусов там, ну, так навскидку, может быть, там, 3-5, на носу, возможно, там, 8. Два ряда, она даже находится у него пластиковых здесь для устойчивости на прирулёжке. То есть много чего интересного здесь продумано. Снаружи он такой глянцевый. Вот здесь, кстати, отверстие расположилось для выхода воды, которую помпа будет из трюма откачивать. И, кстати, чтобы вода попадала в трюм от помпы, здесь предусмотрено вот такое отверстие сливное. То есть, если прошёл дождь или что-то ещё, чуть-чуть перенаклонили корпус, открыли это отверстие, и вовнутрь поступила вода, вы её с помощью помпы откачали. То есть, это всё автоматизировано, чётко, грамотно, быстро, вообще классно. Так, значит, ну, корпус такой глянцевый, да, такой вот этот пластик приятный на ощупь. Здесь объёмные вот такие элементы дизайна, они тоже глянцевые. Вот эти надписи вдавлены вовнутрь, это всё прям, это всё прям, ребята, сделано, ну, очень круто. Прям дорого, не побоюсь этого слова. К краям кабины, так скажем, расположились ходовые огни стандартные, по левому борту синий, по правому зелёный. Это необходимо для движения в тёмное время суток. Значит, вот, что из себя представляет носовая часть Ариданов-то два, друзья мои, посмотрите. С каждой стороны по два Аридана. Шутка ли? Эта лодка просто пушка-гонка. Если на неё поставить двадцатку, какую-то такую, ну, не знаю, там, какую-нибудь Сузуки-двадцатку, мне кажется, он попрёт с ней километров 40-45 точно. Здесь бы ещё я сделал такие для пластиковых лодок. Существует защита киля, такие наклеиваются, такие пластиковые специальные защитные штуковины, чтобы швартоваться можно было в неподготовленный берег и не бояться о том, что что-то побьёшь. В принципе, всё. Торец выполнен такой чёрный. Можно было бы здесь, конечно, сделать привальный брус или какую-то резину приклеить, вот. Но не знаю, будет она смотреться органично или нет. А так всё смотрится довольно-таки, ну, прикольно. Итак, прицеп, на котором стоит данная лодка, это Дельфин 4.8. Маркировка его 82-944С. В принципе, нормально он стоит на лжементах. При желании, конечно, лжементы можно удлинить до сих пор где-то на полметра, и он будет стоять ещё более устойчиво. А так, в принципе, тоже нормально. Притянута лебёдка, всё штатно. Место впереди ещё есть, чтобы подвинуть дышло. Когда будет висеть мотор, если вдруг, например, будет казаться, что он свисает сильно, я бы ещё опустил прицеп вниз на 1-2, даже можно на отверстие, на 1 точно. Лодка была бы пониже, было бы удобнее её перевозить, она была бы ближе к земле, центр тяжести ниже, и как-то удочиво всё это было бы. Ну, это уже на усмотрение хозяина.